приветствую всех кто смотрит данное видео вы находитесь на канале старые места сегодня мы приехали в одну старую деревню на данный момент она больше похожа на хутор осталось может пару жилых домов пару-тройку дачных домов а раньше говорят здесь до 100 дворов было причем были и купеческие и барские дома богатые но при революциях как и всех постигла участь раскулачивания вот так же эту деревню окружают поля а рядом снизу протекает старинная река которая уже почти белела вот сегодня походим попробуем по участку походить на который нас пригласили там данный момент живет человек а раньше жили кунцы походим по их задам походим по полю посмотрим дороги в общем много где можно здесь походить сегодня у нас только один прибор у нас двое у одного прибора другого лопата посмотрим с камера естественно все что найдем все покажу ладно смотрим не переключаемся вот попалась и первая находка ходим по задам купеческий дом на территории купеческого дома ничего интересного не нашли так как очень много сигналов и крупное железо и мелкое и не только железо сейчас пошли от по задам здесь сигналов поменьше вон там он пруд купеческий его крепостные рыли как хозяин говорит этого дома приехали нас хозяин этого купеческого дома позвал покопать вот у него на участке походили вот сейчас по задам ходим попозже перейдем сейчас походим на дорогу старинную татары шли по этой дороге и там дальше не у них какой-то татарской кладбищным за речкой за старинной речке которым там протекает но мы уже за речку не пойдем кладбище нам не интересно пойдем по дороге а потом в поле сходим надо еще здесь задам погулять и вот у нас первое 71 сигнале чистыми не купеческой конечно золото монетка 3 копейки 1937 год ранний советик немножко выгнуты сейчас цену посмотрим вот три копейки 1937 года цена 50 рублей кстати вот хозяин этого дома купеческого который нас пригласил рассказал что купцов этих расстреляли раскулачили привык революции нашли у них 200 золотых монет а сколько они потеряли спрятали это наш вопрос а деревня здесь реально старинно еще времен золотой орды точнее здесь хутор был богатый царские времена ладно время тратить не будем ищем вот здесь попался первая монетка 3 копейки советская и вот здесь прямо рядом снова был сигнал сигнал 77 это уже 78 снова монеточка снова ранне советские парадитарский уже в этот раз герб 5 копеек 26 года сейчас посмотрим сколько она стоит вот 5 копеек 1926 год цена 600 рублей материал алюминиевая бронза пока конечно только советики ранее но хотелось что-нибудь бы интересное но вот значит здесь монетка здесь монетка советская ранее вот с этой ямки пол штыка смотрите он виднеется еще одна советская монетка но уже более интересное серебро я покажу сколько сигналит 91 91 сигналит двадцатник двадцать двадцать девятый год сохраняя серебришка советская сейчас цену посмотрим двадцать девятый год 20 копеек цена 140 рублей конечно грязная но на серебро легко чистится кабаны вот здесь вот эти монетки мы находили 70 звучит я уже видел еще одна монетка снова 3 копейки тридцать третий год пока цена конечно все но вроде сохранить нормально не затертый парадитаре посмотрим сколько стоит 3 копейки тридцать третий год на 250 рублей хорошем состоянии вот снова сигнал 77 вот она прошлая ямка 3 копейки 33 здесь серебрушка трешки попадались вот здесь вот среди кирпичей сразу поняли что это будет пятачок советский не ошиблись 5 копеек 1930 года тоже ранний совет пролетали но 30 года 100 рублей монетка стоит это самый дешевый из ранних пятачков 30 личных кто-то тут распахал свое время или кошелек или распуху но не сильно растащил ее примерно метров на трех квадратных и все никак не отойду отсюда здесь копаем и копаем хочется конечно империи не знаю пока есть будем здесь еще отрыться вот сигнальчик был звучал 60 62 и выпала первая яперская находочка это пуговичка гирька ничего конечно интересного стандартная пупырышках но все равно до этого еще ключик железный нашли но обломанный одно кольцо от него я уже снимать не стал он около колодца на дерево повесили где-то ладно времени тратим еще надо успеть снова сигналчик но уже от тех советов мы отошли на выкопали медяжку гильзу старинную тоже короче цветмет один попадается вот монетка попал 66 сигнал это две копеечки советских ранних тридцать четвертый год но вот тридцать четвертый год две копейки цена 100 рублей вот очередные сигнальчики очередные находки попался канинка сохраняя резная по окислом похоже бронзовая оловянистая бронза скорее всего возможно средневековая также попался пряга медная такая вот не знаю какой век старинная и пуговичка гирька медная время у нас не особо много торопимся каждый каждую находку не снимаем также вот сигнал 90 звучало вот этой ямки пол штыка попался монетка 1 имперская монетка ты еще 1891 год копеечка николая второго сейчас посмотрим сколько она стоит по деньгам 1 имперская монетка так 1891 год оказывается 3 доллара стоит это александр 3 вот 44 сигналила с этой ямки где-то пол штыка глубина попался крестик крестьянский медный но позднее период отстанет меня 8 сундук откапываем были на пользу империи берем вот сигнальчик прошел у нас обед перекусили вот вышли снова сигналила 50 местные козы собаки бегают вот значит находочка очередная пуговичка гирька после обеда пока монет не было вообще пока первая находка надеюсь ща попрут пошли мы значит в поле поле уже старые заросшую такими молодыми соснами но грунт песочный поэтому медь должна быть в сохране снова сигналчик 65 сигналю попался перстень сру по моим на камеру смотрим металл какой-то белый без рисунков ничего не проглядывается свинцовые похоже ничего интересного без рисунков без надписей решетки кованые купеческий дом этим временем сигнал предусмотрительно около штыка глубина чистая 95 это монеточка и судя по орлу это деньга какая-то она грязная все попутали чернозем в этом месте дома стояли сажали удобряли на задах вот написано деньга 1750 какой-то год не видно елизавета петровна так еще у нас до этого сигналы бы я уже показывать устал время тратить время нас немного еще осталось покопать нашли значит пуговицу гирьку в поле сейчас снова вернулись на усадьбы также там нашли конину кольцо вот такую штуку непонятно от чего какие-то узорчики могло быть неизвестно медные какой-то приборы все время не тратим будем искать дальше вот вышли мы на дорогу на старинную между двух участков здесь проходила и шла напрямую до речки через старинное татарское кладбище татаро-монгол и до другой деревне вот раздался сигналчик 94 чистыми сигналила такая вот монеточка по размеру трешка последней империи александров либо николая 2 ямку закопали жижи конечно здесь низинка раньше когда река была полноводная здесь на вообще все затопляло выходил из берегов сейчас эту лужу помоем посмотрим может быть хотя бы год покажется когда зелень это увидел крупную думал какое-то крупное серебро пока не перевернул нет что-то уж какие-то сильные окислы здесь непонятно какой год камера чё-то нарыл так копейки слова уже начинает проглядываться может и год покажется как алик одним словом как алик трешка что попался ручка какая-то пахает от наверно движков а таких и мотоцикла мопеда так положить тут уж больше не пашется бессмысленно это мыли только отмочать отмокать все ладно ищем дальше коп еще у нас продолжается но уже собираемся идти к машине попался такая вот находка с пол штыка здесь не зимка водой заполняется быстро находка советской эпохи фабрика диафильм похоже пленка здесь диафильма была а это крышка есть какие-то любители собирают различные такие алюминиевые крышки от всяких кремов советских ну целая выпрямить алюминиевые когда из земли то выскочила тоже показалось что-то интересное вначале вот ямки это больше касается новичков кто в этом году только начинает копать ямки обязательно за собой закапываете не ленитесь потому что нужно закапывать и люди проваливаются в эти ямки и животные пасутся летом ямки не видно в траве ноги свои ломают ломают вот все находочки за сегодня это не считаю свет мета сколько это было пробок всякого мужика 4 пуговицы гирьки все целые перстенек непонятный какого времени из какого металла без всяких опознавательных знаков крестик конинки пряжки вот это вот конинка похоже из лавианистой бронзы металл он такой отличающийся возможно и средневековая из империи значит трешка убитая поздняя империя такая же денька и копейка александра 3 1891 года также советы ранее начиная с 26 года заканчивая 61 вот из 61 только одна остальные все ранние советы даже одна серебряная 20 копеек билон 1929 года вот такая вот пряжка еще попалась не знаю какого периода имперская средневековая скорее всего имперская медная горюшка бегает еще молодой кабанчик по соседству с козами весна трава лежит находки поднимаются летом конечно здесь будет невозможно копать но все на этом спасибо всем кто смотрел надеюсь видео вам понравилось и вы его как обычно оцените лайком также пишите комментарии лучший комментарий как обычно я публикую в конце видео ну все всем удачи здоровья пока мы сейчас это это то что не это все что это мы это все все Продолжение следует...